МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Репортер 73 представляет информационный выпуск «Каждый день, вечер и утро». Реальность сама складывает картину дня в студии Екатерина Терещенкова. Смотрите сегодня в программе. Восстановление деловой активности. На первом этапе в научно-технологическом центре ВИАМ будет работать около 30 человек. С наращиванием производства их количество увеличится до 47. Оборудование автоматическое и высокотехнологичное. Справиться с таким могут профессионалы высочайшего класса. Новые предприятия готовятся к открытию в Ульяновске. Помните и чтите. Сохранять историю, беречь память своего народа – это та основа, которая позволит нам в будущем не допустить ни ужасов войны и воспитать здоровое поколение. Ульяновцы вспоминают дни блокады Ленинграда. Без границ, но с ограничениями. С ними уже научились работать, с доступом детей, с доступом родителей, с болельщиками или без болельщиков. Активно возвращаемся к спортивной активности. Этот год должен пройти под знаком восстановления деловой активности. Пришли к единому мнению представители бизнеса и власти на встрече по вопросам развития предпринимательства в Ульяновской области. Больше всего бед потерпела сфера услуг, но и промышленное производство коронавирусный год прошло нелегким шагом. Пандемия навредила, но не победила. Инвестиционные площадки работают. В Заволжском районе ждут запуска два новых крупных производства. В Ульяновске завершается строительство лабораторно-производственного комплекса научно-технического центра ВИАМ. Первую продукцию планируют получить в первом квартале 2021 года. И она уже на слуху. Из аналогичных материалов в городе собирают крылья для российских самолетов МС-21. Здесь планируется развивать мощности. по серийному производству наших полимерных композиционных материалов, которые разработаны нашим институтом в рамках программы импортозамещения. Конечно, планируем набирать новый персонал. На площадке почти закончились ремонтно-строительные и отделочные работы. С нуля построены производственно-лабораторные и административно-бытовые корпуса. Инвестиции в проект составили почти миллиард рублей. На первом этапе в научно-технологическом центре ВИАМ будет работать около 30 человек. С наращиванием производства их количество увеличится до 47. Оборудование автоматическое и высокотехнологичное. Справиться с таким могут профессионалы высочайшего класса. Собственно, других тут и не держат. А на этой площадке будут выпускать гофроупаковку. Площади бывшего завода «Электромаш» использует подмосковный инвестор, посчитавший Ульяновскую область финансово привлекательным, а главное, безопасным местом для развития производства. 2,5 миллиарда рублей в региональную экономику от российской компании, входящей в австрийско-германский холдинг. Неплохое начало 2021 года. Первый этап восстановления и переоборудования помещений намечен на апрель. Следующим этапом мы будем строить складские площади. Начнем мы со склада сырья и потом продолжим склад готовой продукции. Но на сегодняшний день у нас внутри производственного корпуса есть и складская зона, и сырья, и производственная, и готовая продукция. То есть здесь как бы такой мобильный, мобильный узел, и в дальнейшем мы просто будем расширяться. В январе Ульяновская область подписала с компанией первые для региона соглашения о защите и поощрении капиталовложений. Новый механизм, внедренный на федеральном уровне, гарантирует неизменность условий проекта в течение 6 лет. Порядка 80 человек уже в апреле будут работать здесь. Ульяновцы набрано, половина первой очереди уже набрано. А после выхода на полную мощность, то есть осенью, порядка 350 рабочих мест здесь будет создано. Понятно, что для этого микрорайона это очень важно и существенно. В микрорайоне, где расположится производство, попутно отремонтируют тротуары и проезды. Установят новые детские и спортивные площадки, скамейки, урны, наружное освещение. Всего лишь предприятие по производству картона, а польза всему городу. Павел Патриков, Геннадий Бухтаяров, репортер 73. Строительство регионального ковидного госпиталя стало одним из основных вопросов первого в наступившем году заседания областного парламента. Депутаты начали бурно. Не всех устроила определенная накануне повестка. Однако до уровня Украинской Верховной Рады не скатились. Спорные вопросы и смятения в умах отдельных народных избранников нейтрализовал спикер ЗАГС собрания Валерий Малышев. Что в итоге обсудили и к чему пришли? Материал Максима Бажанова. Первое заседание года и сразу скандал. К коммунистам в повестке дня не хватило одного вопроса. Восстановление через суд Михаила Семенкина в должности министра сельского хозяйства после истории перелета в Ниццу на частном самолете. Мы не должны быть в стране и поднять дополнительный вопрос. На сегодняшний момент правительство Ульяновской области не обжаловало это решение суда о его восстановлении. Депутатский корпус разбился на два лагеря. Одни за, другие против. Вторых, оказалось, на несколько человек больше. Вопрос отклонен. КПРФ не остановились, штурмовали трибуну. И только напоминание о регламенте усмирило их пыл. Каждый выступающий должен поддерживать с тем обсуждаемые вопросы. Если он отклоняется от нее, председатель ШИИ обязан напомнить ему об этом. Если замечание выступающим не учтено, председатель ШИИ обязан прервать выступление. Главное в повестке дня строительство в регионе ковидного госпиталя. Его предварительно обсуждали на социальном комитете. И тут все единогласно за. Финансовую поддержку от федерального центра запросили еще в ноябре. А пока определили место под строительство. Территория в 7 гектаров в Заволжском районе. Решение о финансовой помощи в 2,7 миллиарда рублей огласят буквально на днях. Было принято решение на комитете по социальной политике о подготовке в случае необходимости, когда мы увидим, что действительно что-то не получается, обращение. Мы не будем никого ждать. Межфракционное обращение в правительство о оказании помощи, финансировании. Контроль за стройкой многоуровневый. От правительства до общественной палаты. В последнюю накануне прошли до выбора. Из 19 кандидатур депутаты ЗАГС одобрили 2. Все некоммерческие организации, которые зарегистрированы на территории Ульянской области, имели право. 19 человек по дому. И я хотел довести до сведений, что нашими представителями большинством голосов избран Травкин Дмитрий Викторович и Федорова Галина Ивановна. Еще один вопрос о социальной поддержке медработников, а именно дополнительные льготы. Депутаты предложили компенсировать часть платежей за коммунальные услуги для медиков в сельских районах. И проезд в санатории отдыха для всех. Каждый врач должен иметь возможность отдохнуть и подтянуть свое здоровье. ПЦР-тестирование с начала пандемии было и остается основным методом диагностики коронавируса. Для наиболее точного результата пациенту необходимо соблюдать несколько простых правил. За три часа до анализа нельзя есть, пить, курить и полоскать рот. Важны и сроки получения ответа есть у человека вирус или нет. Максимально сократить последнее поможет введение в строй дополнительных лабораторий, которые обеспечат широкий охват исследований анализов. Одна из таких развернута в ЦГКБ Ульяновска, мощность которой более 200 тестов в сутки. Подробности далее. Все лаборатории, которые мы сделали, запустили, мы в дальнейшем можем использовать уже на... Ковид все равно кончится. Мы их можем использовать на определение инфекции, на определение антигенов, в сящике, в том числе диагностика аллергии есть. Новая ПЦР-лаборатория полностью готова встать на вооружение медиков. Неделю назад персоналу выдали сертификаты по прохождению обучения. Здесь будет работать два врача и четыре лаборанта. Затрачено на это средства федерального бюджета около 10,3 миллионов рублей. Закуплено все новое оборудование, проведено зонирование помещений, произведен подвод канализации, водоноснабжение. К запуску готовы. Осталось дождаться официального разрешения от Роспотребнадзора. Исследования проб ПЦР, пациентов-стационара, амбулаторных больных, обследования и допуск к работе медиков. Также лаборатория в ЦГКБ подхватит другие больницы по проведению тестов. Нами с целью равномерного охвата населения исследованиями из рекомендуемого расчета в 200 исследований на 100 тысяч населения квоты были пересчитаны и доведены до медицинских организаций по справедливости, поскольку был перекос. 200 исследований в сутки. Еще один важный аспект работы – оперативное информирование о результатах. Так, если в самом начале пандемии сведения поступали через 36 часов или несколько суток, сегодняшние ресурсы позволили сократить ожидание ответа до 21 часа. Нам надо окончательно определиться, где мы будем создавать еще дополнительные лаборатории, где мы будем строить новые возможно корпуса для лечения людей, которые будут к сожалению заражаться вот этими разными инфекциями. Не только в Ульяновске, но и в районах. Пока регион ожидает поставки препарата для вакцинации и даже после полномасштабного старта кампании сбавлять оборонные темпы не стоит. Ульяновская область смогла стабилизировать обстановку с распространением коронавируса. Если в ближайшие несколько дней ситуация не ухудшится, нас вполне может ждать новая волна снятия ограничений. Своевременное тестирование и всеобщая вакцинация, выявление и предотвращение. Постепенно ученые и медики загоняют в угол разбушевавший коронавирус. Ситуация в стране на контроле президента. Если динамика заболевания стабилизируется, можно постепенно снимать ограничения, заявил Владимир Путин. Маски долой или все еще постоим на социальной дистанции? Спрашиваем у земляков, готовы ли они возвращаться к доковидному образу жизни. Их ответы в рубрике «Глаз народа». Время покажет, я даже не знала, это специалисты должны решать. Я сам переболел и хочу сказать, что это страшная болезнь. Мы чуть с женой не умерли. Хорошо, друзья выручали, но лекарств бесплатных нет. Все на свои деньги. Но я считаю, не надо пока. Вот, до весны. Пока нужно оставить, не надо снимать, потому что, говорят, весной пик заболеваний распроторных. Можно попасть очень серьезно на заболевания. Поэтому мы считаем, и ребенка стараемся себя ограничить. Помещение всегда носим маски. Я думаю, не стоит снимать ограничения, потому что все еще риски не уменьшились заразиться. Вот хожу, не знаю. Мне все равно, я сижу дома. Вообще, это рановато, наверное. Ну, так-то вот мы ходим, но все равно как-то боимся. Хоп, и накрываем. Так надежнее? Надежнее, да. Да вы что, какой снимать это самое? У нас еще более-менее в области ситуации, это, я просто мониторю, знаю, в Башкирии там просто кошмар. Мне кажется, уже все на спад, тем более, если прививаться. Нельзя! Оставить надо. В какой-то степени оставить. А в какой степени? Ну, маску носить, допустим, в помещении в общественных местах, маршрутки там, то есть такие моменты. Перчатки там где-то ходить. Я считаю, что тоже не нужно убирать ограничения, потому что число заболевших, оно никуда не девается, оно все растет. Как бы все равно нужно сохранять свое здоровье. Сейчас, например, во всех воздухах началось массовое возвращение студентов. Мне кажется, просто не стоит радоваться первым нашим успехам и все-таки сначала проводить вакцинацию, а уже потом начинать постепенный выход. Потому что если мы сейчас слишком резко возрадуемся успехом, мы можем потом опять же получить третью волну просто в подарок. Конечно, оставить пока. О чем вы говорите? Сейчас у нас столько проблем. Появляются постоянно больные. Если бы хотя бы в кругу моего окружения появилось бы меньше знакомых, кого такие проблемы, было бы гораздо проще. А у нас постоянно болеют и болеют. Только одним бежит в больницу, то другим несешь. Поэтому я даже не сомневаюсь, надо еще подождать немножко. Я думаю, что нужно оставить. Почему? Потому что это все-таки для безопасности граждан и каждый должен заботиться сам о своем здоровье. А если снимать ограничения, то какие в первую очередь? Как вы считаете? Не знаю даже. Ну, вот недавно было ограничение в виде того, чтобы не пускать подростков без официальных их представителей. Я думаю, это не обязательно. Масочный режим, наверное, как-то в магазинах, чтобы попроще это было все. Я вообще бы ничего не отменял, но если уж прям вот такой вопрос, если прям что-то нужно отменить, вот все эти запреты на проведение массовых мероприятий. Их, кстати, уже убирают с февраля, по-моему. Заскучать горожанам не дает ночная мэрия. На этот раз активисты решили развлечь ульяновцев квестом, пройти который можно в любое удобное для вас время. Занимательная пешеходная игра рассчитана как на одного человека, так и на компанию друзей. Для квеста участникам понадобится только смартфон и приложение в Телеграм. Задание будет давать специальный бот, и чтобы выполнить их, всего-то нужно прогуляться по Ульяновску. Интересно и познавательно как для жителей, так и для гостей города. И далее коротко другие новости о жизни региона. 264 пропавших ульяновцы найдены живыми, 31 человек погиб. Это статистика поискового отряда Лиза Алерт за минувший год. Всего поступило 329 заявок, что на 165 обращений больше, чем в 2019 году. Количество пропавших в високосный год увеличилось в два раза. Уходили и не возвращались домой чаще всего пожилые люди старше 65. 76 заявок поступило о потере детей, из них 28 человек в возрасте до 11 лет. Три дня на порядок. Сергей Панчин потребовал от ульяновских коммунальщиков внимательности и ответственности. Улицы должны быть очищены от снега и наледи. Основная задача для управляющих компаний и городских служб – противогололедная обработка тротуаров и дорог, а также расширение последних, очистка остановок и заездных карманов. В ночь с 26 на 27 января с улиц областного центра дорожники вывезли более 3000 тонн снега, а для предотвращения гололеда использовали 86 тонн смеси песка и соли. Грязные дворы – нечистая совесть. Опубликован список управляющих компаний, безответственно подходящих к исполнению своих обязанностей. Начинается он с ГУК Заволжского района, а всего недобросовестных УК в Ульяновске – 12. За халатность их руководителя ответят по всей строгости федерального и регионального законов. За кучи снега, наледь и сосульки полагается серьезный штраф. Горожане, крыши домов, которых усыпаны снегом и наледью, а тротуары дворов похожи на каток, могут обращаться с жалобами по телефонам 112 и 122. 77 лет исполнилось со дня снятия блокады Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. Без малого 900 дней героической обороны и огромной жертвы во имя победы над врагом. В городе на Неве прогремел салют. 324 орудия дали по 24 залпа. Большую просьбу командования Ленинградского фронта одобрил лично Иосиф Сталин. Это был единственный за все годы Великой Отечественной войны салют первой степени, проведенный не в Москве. В Ульяновской области сегодня живут около 50 ленинградцев, выстоявших в блокаде. В честь них, в честь всех, кто не преклонил колени перед нацистской угрозой, в областном центре 27 января на площади 30-летия Победы провели воинский ритуал. 872 дня Ленинград находился в блокаде. Они боролись и победили. Дань памяти ульяновцев торжественный марш военнослужащих 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, минуты молчания и троекратный залп. Жителей блокадного Ленинграда остается все меньше. У нас в области осталось 51 человек блокадников. Остальные все уходят из жизни. Но, глядя на них, можно сказать, вот люди, которые полны силы, воли и духа. В годы войны в Ульяновск направлялись эвакуированные ленинградцы. Среди них и дети. Было принято 500 юных беженцев. 200 из них отправили в детдома. 250 на летний период в пионерские лагеря. 50 человек в детский санаторий. По воспоминаниям очевидцев, дети были истощенные, вялые, с глазами стариков, морщинистой серой кожей. Некоторых несли на носилках, иных поддерживали. На вопросы они не отвечали, не было сил. Сегодня в течение дня будут проводиться уроки мужества во всех муниципальных образованиях, в образовательных организациях. И эти уроки мужества будут посвящены именно снятию блокады Ленинграда. Книжные фото-выставки, показы, кинофильмы, презентации вспомнить страшно и забыть нельзя. Акция «Блокадный хлеб» и еще множество уроков мужества проходит 27 января в областном центре. Первый патриотический урок прошел в 21-й школе. Ученикам показали документальный фильм о снятии блокады. Самое большее, наверное, удивляется, сколько длилось именно блокады Ленинграда. Это 872 дня. Она длилась очень долго. Дети очень удивляются этому историческим фактам. Например, сколько школ было разрушено, что именно в то время было разрушено конкретно. Волонтеры «Победа» рассказали школьникам и другие исторические факты. Например, в блокадном Ленинграде норма выдачи хлеба доходила до 125 граммов в день. И тем не менее, эти скромные кусочки хлеба позволили ленинградцам выстоять, пережить осаду и победить. Именно блокадный хлеб стал символом победы над фашизмом. Сохранять историю, беречь память своего народа, это та основа, которая позволит нам в будущем не допустить ни ужасов войны и воспитать здоровое поколение. Помнить и не допустить подобного – уже наша задача. Марина Симофеева, Бахтияр Салтанов, репортер 73. Теплые направления открыли. Из Ульяновска в Турцию можно улететь в любой удобный вам день. Цена билета начинается от 7 тысяч рублей и выше за одного человека. При этом ульяновские эксперты в сфере туризма говорят, отдохнуть с комфортом можно и в нашем регионе. Туризм в Ульяновской области стараются поднять на новый уровень. Не останавливается проработка опробированных проектов. Готовится инвестирование новых. Подробности в следующем материале. Набирается ванна, добавляется радунг, пациент погружается на 15 минут. Улучшает обмен веществ работу сердечно-сосудистой системы, нормализует сон. Радонотерапия в Ульяновске не уступает австрийским курортам. Планируется порядка 10 миллионов инвестиций. Мы выиграли грант в размере 3 миллионов от Ростуризма. Надо будет добавлять еще средства. Планируем мы построить его где-то к осени 2021 года. Если все будет хорошо, они будут форс-мажорных. В регионе удалось сохранить инвестиционную активность предпринимателей в сфере туризма. Большинство из них получают поддержку своим проектам из регионального бюджета. Таких проектов на сегодняшний день у нас 19. Все они очень интересные, яркие. Это проекты, связанные с промышленными экскурсиями на наших предприятиях. Это новый тренд промышленный туризм. Буквально сегодня Минпромторг проводил соответствующий видеоселектор, где рассказывали о том, насколько это направление перспективное для развития туризма в целом в Российской Федерации. Спад въездного туризма в 2020 году в Ульяновской области составил 93%. Область посетила всего 315 тысяч человек. Поток внутренних туристов также уменьшился до 40%. Самым популярным и паритетными направлениями туризма в Ульяновской области продолжают оставаться деловой, культурно-познавательные события, рекреационные виды поездок. А среди гостей региона продолжает оставаться самым востребованным деловой туризм, на который приходится около 45% всех путешествий. В текущем году запускается новый национальный проект туризм и индустрии гостеприимства. Федеральное ведомство планирует за 10 лет удвоить количество россиян, которые будут отдыхать в санаториях и профилакториях. Плюс втрое вырастает число турпоездок россиян внутри страны. Количество занятых в туротрасли также должно увеличиться с 2,5 миллионов до 4,5 миллиона человек. Спорт онлайн не спорт. К такому мнению за период пандемии режима самоизоляции пришла подавляющая часть спортивной общественности региона. Относительно благополучное лето подарило возможность тренировок на свежем воздухе, а напряженная осень вновь погрозила ковидным кулачком лишить главного соревнований и чемпионатов. Недавний январский указ губернатора о послаблении ограничительного режима привел представителей всех видов спорта в восторг, однако радуются пока в полсилы, а вот тренируются во всю мощь. 21-й увлекся хоккеем в 28-м. Поздно, но результативно. Ныне Роман Назаркин игрок команды 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады, гвардий-майор и помощник комбрига по физкультурной подготовке. Сейчас в тренировочном интенсиве благодаря послаблению ограничительного режима. 23-го февраля в физкультурно-оздоровительном комплексе «Лидер» состоится региональный турнир силовых структур по хоккею с шайбой. Мы стали на Кубке ВДВ, как раз на Кубке командующих вооруженными десантными войсками в прошлом году. К сожалению, четвертыми чуть-чуть не хватило, но, наверное, если память не изменяет, год назад мы выиграли здесь, в Ульяновске, турнир силовых структур. Мы пытаемся, будем пытаться каждый год залезть как минимум в тройку победителей, ну а лед все покажет. 8 команд на льду и 50-процентное наполнение на трибунах, что уже прогресс еще недавно показатель не превышал 30-ти. Так что спорт по-прежнему без границ, но с ограничениями. С ними уже научились работать с доступом детей, с доступом родителей, с болельщиками или без болельщиков. Эти условия уже стали достаточно привычными и, слава Богу, я могу сказать, что доказано уже, что спортсмен болеет меньше всего, меньше всего вот этот процесс, легче в стадии выздоровления. Рекорды ставим клюшками и палками. 13 февраля старт традиционной лыжни России. Также в финале зимы сельские игры в муниципальных образованиях и многочисленные мастер-классы от именитых спортсменов. Мы хотим принять ряд законов наших региональных для того, чтобы было возмещение либо родителям за занятия, либо где-то мы можем создать бесплатные секции, группы для развития тех видов спорта, которые не так еще развиты на территории нашего региона. А поскольку 2021 год детского спорта в Ульяновской области, то и планы амбициозные, яркие, расписаны наперед, но с неизменной ремаркой, если позволит эпидситуация. Ну и, пожалуй, самое фееричное и долгожданное событие предстоящей весны это приезд в наш город замечательного человека, ультрамарафонца, легенды Дмитрия Ерохина. Он известен тем, что пропагандирует как бег, так и пеший ход. И уже дважды на своих двоих пересек золотое кольцо Калмыкию и Сахалин. Грозится, что обойдет всю Ульяновскую область, все муниципальные образования. Так что ждем, будем общаться, будем вдохновляться, ждем с нетерпением. Татьяна Домоданова, Юрий Давыдов и Константин Никитин, репортер 73. Не думая о секундах свысока, эта фраза очень метко характеризует игру ульяновской хоккейной «Волги» против казанского «Акбарс-Динамо». Матчи, судьбу которого в лучших традициях голливудских блокбастеров решили секунды. Для кого игра превратилась в триллер, а для кого в драму со счастливым концом. Расскажем далее. Волга, ощутившая в предыдущем матче против Кировской Родины «Вкус побед» была просто обязана закрепить результат в родных стенах. Тем более, что в гости к Волжанам пожаловали географические соседи из Казани, в турнирной таблице также расположившиеся рядом. Готовились к очень такой напряженной, агрессивной и активной игре, как с нашей стороны, так и со стороны соперника. Но, можно сказать, первый тайм может быть соперник сделал какие-то ошибки, мы воспользуемся этим. С первых минут игры стало понятно, гости настроены серьезно. И если в самом начале соперники еще успели обменяться опасными моментами, то с шестой минуты казанцы взяли игру в свои руки, сначала открыв счет, а потом увеличив отрыв. Тренерский штаб Волги после столь обескураживающего начала взял тайм-аут, после которого ульяновские хоккеисты, организовав массированный прессинг, один мяч отыграть сумели. Но динамовцы ответили на него двумя. Под занавес первого тайма Волга положение подправила. На перерыв соперники разошлись со счетом 2-4. Вот эта жажда, никак мы не можем с ней справиться. Мысли нету такого же поддержать счет, удержать где-то завоеванные позиции. Мы все летим вперед, забивать и получаем в контратаке голы. Во втором тайме Волги действительно удался сказочный камбэк. Наши не просто отыгрались, но и вышли вперед. К 90-й минуте Волга вела 6-5. Вела, потому что следующие 30 секунд стали настоящим кошмаром. Сначала после назначенного пенальти динамовцы счет сравняли, а после, уже в добавленное время, стремительной атакой лишили ульяновских болельщиков праздника, а хоккеистов Волги набранных очков. 6-7. Сторожила команда, да, мне так вот после игры сказали, что такого давно не было. Я говорю, а я тоже заметил. Так вот я хочу сказать, когда мы забили победный гол, все ребята побежали к скамейке обниматься, радоваться. Я вот хочу сказать, что создается боеспособный коллектив. В итоге в турнирной таблице Волга, пропустив вперед, Акбар с Динамо опустилась на девятую строчку. Следующий матч ульяновские спортсмены проведут на выезде в Нижнем Новгороде, где 4 февраля сыграют против местного старта. Читайте в новом выпуске аргументов и фактов. Главная тема этого номера почему искусственный интеллект опаснее ядерной бомбы? Как техника шпионит за нами и может ли она взбунтоваться? На первой полосе регионального выпуска Тихонов садись 5. Какие сроки и наказания понесли 5 фигурантов нашумевшего фармацевтического дела? На второй странице об экологии. Почему в Заволжье Ульяновска жители не могут открыть даже форточку, а вместо респираторов готовы приобретать противогазы? Гость номера Павел Солдатов. Директор креативного пространства «Картал», который все делает на грани театра и искусства, кинематографии и литературы, а также на грани абсурда. Почему его называют королем Ульяновского андеграунда? В рубрике «Ваше здоровье» о трех прививочных уколах от ковида. Скоро появятся новые вакцины. И по традиции в аргументах и фактах программа передач телеканала «Репортер 73», которые смотрите в пакете эфирного цифрового телевидения на канале ОТР. В завершении телефон рекламного отдела 304173. Рекламные ролики, сюжеты, объявления и бегущая строка звоните 304173. И вы в эфире «Репортера 73». Делайте новости вместе с нами. Звоните 304073. Читайте и смотрите онлайн тройная W.reporter73.tv Реальность сама складывает картину дня.